Всем привет зрители моего канала, это ролик по игре Boom Beach Frontlines, и сегодня я хотел бы вам рассказать про удаленные из игры карты, которые существовали в альфа-тестах. Ну а мы начинаем. И первая удаленная карта это Танк Хантер, его геймплей вы можете видеть сейчас на экране. Это был транспорт, имеющий не очень большое количество хп, наносящий сравнительно небольшой урон по прихоте, средний по зданиям и просто огромный урон по танкам, как можно понять из названия этой карты. То есть по транспорту. В третьем альфа-тесте он был доступен на седьмом штабе, я один из немногих, кто смог за него поиграть, хотя попадался мне в катках довольно таки редко. За Танк Хантер больше ничего не могу сказать, поэтому переходим к следующей карте. Ну а следующая карта это у нас Гатлинг Трак. Геймплей этой карты тоже у вас на экране. Это танк с пулеметом, имеет среднее количество здоровья и достаточно высокую скорость передвижения. Он был доступен на восьмом штабе, это максимально возможный штаб, до которого можно было дойти в последнем альфа-тесте. А всего их было десять. Я успел выбить Гатлинг Трак уже после того, как сервера закрыли из оставшихся у меня боксов, но не успел за него поиграть. Я думаю он был бы эффективен против снайперов и фаербомберов, поскольку у этих персонажей дамаг по транспорту невысокий, а карты с высокой скоростью предназначены против пехоты. По Гатлинг Траку все, ну а мы идем дальше. А дальше у нас Критер Лаунджер. Геймплей все так же у вас на экране, он взят с канала Лир3003. Этот чел успел попробовать его в игре, ссылка на видео с геймплеем будет в описании, можете на него подписаться. Про эту карту мало что можно сказать, это просто дефенс, выпускающий критеров, которые сражаются с врагами. Стоил он 1200 поинтов. Я считаю, что за такую цену здание достаточно бесполезно, так как критеры достаточно медленные, они не наносят много урона. Больше ничего не могу про эту дефенс сказать, поэтому идем дальше. А дальше у нас карта, которая тоже была доступна на восьмом штабе, это Банкер Бастер, который я тоже успел выбить, но не успел проиграть за него, потому что плейтест закончился. Геймплей взят с того же канала, что и у Мегакритера. Он стоил целых 2 ка вот этих вот очков, которые мы получаем за урон и за килы, но наносил он огромный урон как по пехоте, так и по зданиям и транспорту. Радио взрыва тоже огромный, поэтому транспорт эффективен при захвате точки врагами. Из минусов можно выделить долгую перезарядку, низкую скорость передвижения и то, что звук, конечно же, наносил бы ему очень много урона, тем самым наизе его контрилы бы. С Банкер Бастером тоже у меня все, это были все удаленные карты, доступные когда-либо. А дальше у нас карты с 9-го 10-го штаба, до которых дойти нельзя было никогда. Это Лазер Танк и Лазер Рейд. Про них можно мало что сказать, потому что за них игроки никогда не играли. Ну и переходим к ним. Первая карта это транспорт, стреляющий лазером во врагов. Сейчас вы видите его геймплей, который взят из дискорда разработчиков. Точно цена этого танка неизвестна, но на геймплее видно довольно-таки низкую скорость перезарядки, а также то, что он может стрелять сразу по нескольким оппонентам, то есть сплэшем. Скорость передвижения у него примерно такая же, как и у других танков. С ним у меня тоже все, поэтому перейдем к последней карте, по которой есть какая-либо информация. Это Лазер Рейд. Здесь все то же самое, что и у Лазер Танка, кроме того, что это Дефенс, и он не способен передвигаться. Также неизвестная его точная цена, скорее всего она ниже, чем у танка. Это были все карты, которые существовали ранее и недоступны сейчас, и про которые есть хоть какая-либо информация. Я не думаю, что разработчики их навсегда удалили. Скорее всего их будут добавлять в будущем, а возможно в следующем бумпасах, а может быть и просто так. Все же не зря их создавали. А на этом все, ролик подходит к концу, всем спасибо за просмотр и всем пока. Продолжение следует...